Немцы всегда питали любовь к большим калибрам. В противотанковой артиллерии она зародилась в тот момент, когда они столкнулись с чуть более бронированными, чем легкие танки, машинами противника. Особенно не сладко пришлось им при встрече с британскими Матильдами и советскими КВ-1. А посему Германии срочно потребовались новые противотанковые орудия. 50-миллиметровый ПАК-38 и 75-миллиметровый ПАК-40 вышли очень удачными, но зная любовь вождя Рейха к большим калибрам, а также ввиду вечной нехватки вольфрамок под калибром ПАК-40, было решено разработать новое, более мощное противотанковое орудие. И тут внезапно всплыл старый добрый калибр 88-миллиметров. Весьма примечательно, что на протяжении всей войны немцы удачно использовали орудия такого калибра, начиная с ВЛАК-18 и заканчивая танковым орудием КВК-43. Техзадание на новую противотанковую пушку было выдано в середине 42-го года фирмам Круп и Рейн Металл Борсик, когда проблемы с вольфрамом стали наиболее очевидны для умов промышленности. Пушка получила при работе над конструкторской документацией индекс изделия 5809. Контракт на разработку в итоге выиграла фирма Круп, которая уже имела весомый опыт в данной сфере проектирования. Использовав имеющийся задел, Круповцы создали прототип орудия уже в начале следующего 43-го года, а весной этого же года оно начало поступать в войска под индексом ПАК-43. Этот монстр в посудной лавке бесспорно являлся одним из самых мощных противотанковых орудий Второй мировой. Ему не составляло труда подбить любой танк Красной Армии или союзников практически на всех дистанциях боя. Только ИС-2 на определенной дистанции и при определенном везении мог выдержать попадание в лобовую деталь корпуса. Орудие, как можно было сразу же предположить, вышло достаточно тяжелым. Масса пушки в боевом положении составляла 3650 килограмм, а в походном аж 4750. В первоначальном варианте предполагалось использовать для орудия специальный крестообразный лафет, похожий на те, что были у зенитных орудий Флаг-41. Для приведения в походное состояние он складывался, и к нему цепляли две двухколесные оси. Хорошая плавность хода и высокая скорость буксировки при этом обеспечивалась независимым подрессориванием каждого колеса. Пушка в таком варианте могла вести обстрел в боевом положении почти на 360 градусов, а с колес в пределах 30 градусов от продольной оси. Однако, как часто бывает в армии, был один существенный недостаток – цена. К этому добавлялось достаточно долгое производство каждой единицы лафета орудия. В сжатые сроки был предложен вариант ПАК-43 на классическом лафете с раздвижными станинами, уже вовсю производившейся 105-мм легкой полевой гаубицы образца 1918 года. Колеса же были взяты от 150-мм тяжелой полевой гаубицы образца того же года. Этот вариант в итоге получил индекс ПАК-43-41. Разработчикам фирмы Круп удалось сократить массу на целых 400 килограмм и упростить ее конструкцию. Однако за это пришлось заплатить мобильностью орудия, а также его габаритами, которые стали заметно больше. Немцы на фронте прозвали этот вариант «дверью сарая» из-за ее огромных размеров. Орудие было сложно повернуть в нужное направление без тягача, особенно если станины утопали в грязи, а на Восточном фронте такое случалось частенько. Собственно, у орудийного расчета в бою был выбор – либо уничтожить наступающего врага, либо погибнуть самим, так как повернуть такую дуру в направлении нового прорыва вручную было практически невозможно. Ствол орудия длиной в 71 калибр или 6428 мм, оснащенный дульным тормозом для уменьшения отката, первоначально был выполнен в виде моноблока, но из частей тут же посыпались запросы о том, чтобы как-то решить проблему его быстрого износа. И действительно, после нескольких сотен выстрелов ствол, а он был весьма немаленький, приходилось менять. В итоге специалисты Круппа приняли промежуточное решение – сделать ствол из двух частей. Проблему износа это не решило, зато ремонтники были довольны. Замену ствола выполнить теперь было гораздо легче. Использование новых немецких стальных бронебойных снарядов, вкупе с отличной баллистикой и удобными таблицами стрельбы, дало свой результат. ПАК-43 стало самым мощным массовым противотанковым орудием Второй мировой, с весьма высокой эффективностью стрельбы. Оно могло поразить любой вражеский танк на всех реальных дистанциях боя. Только ИС-2, как уже говорилось в самом начале, мог ему противостоять и то на определенных дистанциях, и определенном везении. Особенно боялись этого орудия союзники, им было нечего противопоставить такой мощи, а встречалась она им не так уж и редко. Пушку, несмотря на ее противотанковую сущность, часто приходилось использовать в качестве полевого орудия. И тут выявлялся ее главный недостаток – слабое действие фугасного снаряда. 88 мм это все же не стоит, тем более не 122. Фугасный снаряд просто взрывался в грунт из-за большой скорости полета и не причинял существенного вреда. Но столь мощная пушка с отличной баллистикой не могла не заинтересовать немецких танкистов. Ее танковый вариант КВК-43 ставился на Королевские Тигры, Фердинанды и Насхорны. Но об этом как-нибудь в следующий раз. А вы напишите в комментариях, будет ли вам это интересно. В целом проект орудия ПАК-43 вышел неоднозначным. Оснащенная современными боеприпасами пушка обладала отличной баллистикой и скоростью боеприпаса. Она причиняла большой урон танковым войскам союзников и Красной Армии. Недостатком ПАК-43 стал вес орудия, который не позволял быстро развернуть или свернуть его без помощи тягача. Часто на полях сражений в результате стремительных танковых наступлений противника можно было увидеть брошенные расчетами орудия ПАК-43. Способствовал этому и дульный тормоз, который демаскировал расчет уже после первого выстрела. Посредственное действие фугасного боеприпаса весьма ограничивало круг его использования в качестве полевого орудия. Дороговизна и сложность производства также не добавляли ему плюсов. С 1943 по 1945 год было произведено всего около 2100 орудий, что оказалось крайне мало. ПАК-43 был этаким пугалом для войск противника, в умелых руках нанося огромный урон бронетанковым войскам, но малое их количество на поле боя не позволило им выполнить эту роль на все 100%. Друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok